В прошлый раз мы провели эпическую битву фактически под стенами столицы диких племен Дунланда, Дунеарда. Мы разбили огромное ополчение, которое дикие племена Дунланда пытались собрать для того, чтобы предотвратить вторжение Гондора на их территорию. Конечно же армии у них были огромные, но так как это все-таки племена и особое познание в военной тактике у них отсутствует, они проиграли. Да и юниты у них откровенно говоря были слабые. Причем нам не пришлось задействовать все наши армии, Гэндальф немножко подстраховал наши войска с юга, а Арагорн справился одной своей армией с тремя или вроде бы даже больше чем тремя тысячами Дунланцев. Кроме того у нас происходили интересные события и на территории Руна, мы захватили Тириторон и сейчас направляемся для того, чтобы аннексировать Бург Эрмонорикис. Одно из ключевых поселений Руна, которое стоит аккуратно переправе и очень важно, чтобы им завладели именно мы. С другой стороны есть большая вероятность того, что против этого поселения может действовать и армия Дейла, которая является нашим союзником, но при этом за один ход может вполне взять это поселение в осаду. Мы бы могли сейчас выделить второстепенную армию под предводительством Мильдера, который мог бы взять город в осаду, только, боюсь, гарнизонный скрипт среагирует на это незамедлительно. Да и мне кажется, что армии Дейла задержат представители или отряды, небольшие отряды румской армии. Единственное, что может предпринять Дейл в таком случае, это направить свои армии против Рунаера, хотя и туда мы отправляем достаточное количество войск и прибудут они к стенам Рунаера в течение двух, в течение трех ходов. Так получается, хотя вот эта армия, к примеру, прибудет в течение двух ходов точно, так сказать, на гарантированную осаду или захват. Что ж, на этом участке фронта у нас расположено в районе 7 тысяч человек, 7 тысяч гондорцев. У Дунеарда у нас действует чуть поменьше, приблизительно 4-5 тысяч наших солдат. И после того, как мы поразим источник зла в этой области, у нас будет выбор, либо справиться с Изингардом, либо довольствоваться статусом Кво. В том смысле, что Рохан посылает сюда большие стеки своих Рохирим, всадников и пеших воинов, а мы могли бы отправиться поработать с морей, пока эльфы и Эриадор не почувствовали достаточную силу и не отобрали у нас возможность восторжествовать над злом в тех областях. Итак, наша казна 1807 золотых и приток ожидается в следующий ход 40894 золотых. И уже с этим притоком мы будем работать. Поэтому, в принципе, можем передавать ход дальше. Напоминаю, у нас 95-й ход, это 95-й месяц нашей компании. И за эти 95 ходов мы успели добиться достаточно многого. Продолжение следует... 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 Интересно подействовал Изенгард вообще на прошлом ходу. Разгромил получается не только полтора стека роханцев, но еще и подошел к стенам, подвел свою армию к стенам Фольдбурга. Может быть это как раз то время, когда Изенгард начнет поднимать голову, но тут их ждем мы и конечно же не особо у них что-нибудь получится. Давайте со стройкой разберемся. Так, тут Мамелькора не особо поднимает голову, поэтому строим пашни. Этрин, большая ферма. Давайте внесем... Немножко в порядочек. Так, мастерская латника или копий. Давайте выберем копий. Умбар. Умбар это наш источник денег. Мы зарабатываем здесь немало. 6 390. Стоило бы сравнить с Пиларгером и Дол Амратом. Конечно, Минастерит зарабатывает куда более. Доки, что они приносят? И торговлю увеличивают на 400, и по строечке на 100. При этом коррупцию на немного. 6 ходов и стоят 10 тысяч. Ой, дорогое удовольствие. Может быть лучше фермочку. Конечно, больше денег принесут именно Доки. Ладно, раз это все-таки морской город. Один из самых важных портов. В общем-то, мы можем сравнить 6 390 заработок Умбара и 6 807 заработок Пиларгера. Все-таки под нашим руководством этому городу удается заработать больше. Я имею в виду Пиларгер. Хотя Пиларгер это порт номер 2. Все-таки порт номер 1. Это звание всегда было за Умбаром. Так, плюс найм. Хорошо, давайте поищем вручную еще цели для постройки. Как мы помним, мы разбираемся в первую очередь с нашей экономической жилой. Это территория Харада. Так, причина недовольства это расстояние до столицы и бедность. Чем мы можем здесь помочь? Разве что снизить налоги. И снижение налогов приведет к большему довольству. Или можем увеличить гарнизон. Тут у нас, в общем-то, и так два отрядика стоят. К примеру, можем подвести... Распределить, кстати, нашу армию так, чтобы она впоследствии ела меньше денег. Например, отправить по фортам и потом собирать из фортов, если будет, к примеру, восстание или увидим что-нибудь подобное в округе. И уже из фортов отправлять армию в горячую точку. Так, что делаем дальше? Дальше наши планы осуществляем. Встречаем передовой отряд из терлингов. Недобитки. Теперь попытаемся их добить. Давайте отпустим. Все-таки у нас полководец имеет благородство, и максить благородство было бы разумно. Как я и планировал, не получается у Дейла приступить к осаде Бурха, хотя армию они явно подвели. У них остается выбор, либо продолжить ход дальше. Но что их ждет дальше? Кстати, а где рун? Они так возле гномов терлись. Видимо, гномы привели превосходящие силы, и руну рунским войскам пришлось отступить. Или, может быть, стэк все-таки продолжает действовать. А, у нас тут три шпиона. Поэтому одного вполне можем отправить на поиски. Рунской армии. Ну и на то, чтобы наш шпион контролировал передвижение гномов. Идет к городу подмога. И эту подмогу стоит учитывать. Так, осада. Осада города. Откуда взять город в осаду было бы лучше всего? В общем-то, у нас недостаточно войск, чтобы отрезать подкрепление. Хотя мы можем схитрить. Но за счет чего? Лучники пехоты отправить на мосты, не давая подкреплению подойти. Или позволить битве за осаду Бурх. Эрмана Рикиса быть эпичной. Сколько у них тут? У них тут неплохие войска. Десять отрядов. Одиннадцать отрядов. И девять отрядов для гарнизонного скрипта остается. Интересно было бы увидеть во всей красе этот гарнизонный скрипт. Ладно, давайте подойдем по центру. Армия для осада у нас готова. Из осадных орудий выбираем лестницы. Они позволяют как можно быстрее подойти к городу. Так, гарнизонный скрипт сработает, я думаю, при передаче хода. Или не будет работать здесь вообще. Но это мы посмотрим. И два варианта. Либо можем отвлечь, хотя ход достаточно большой. Либо понадеяться на нашего дейлийского друга. Который не даст руну приблизить свою армию. Или подойдет к нам на помощь. В случае чего. Так, поставим второй отряд. Второй отряд, в общем-то... Нужно ли будет нам подкрепление кавалерии? А давайте поставим здесь. Совсем рядом. Шпион, естественно, будет следить. Но уже с той стороны моста... Оу, тут еще друзья идут. Надо было шпиона отправить первым. Иначе нас ждет сюрприз. Но тем интереснее будет воевать. Давно мы не встречали достойных противников. И такая битва, как в прошлый раз произошла перед Дунардом, оказалась крайне интересной. Так, и Тиреторон можем наградить одной из наших построек. Так как прислужники Мелькора в городе здесь много. С этим нужно бороться. Строим здесь школу. Найм, шпион и дипломат. Нанимаем шпиона. Шпионов никогда не бывает много. Тем более для такой огромной империи, как наша. По шпионам мы должны быть лидерами. Чтобы контролировать ситуацию всюду и везде. Торренбург нам теперь не интересен. Давайте посмотрим, что происходит чуть повыше. Какие вообще силы они отсылают и какими силами они обладают. Ну что ж, неплохо так. Армии у них немаленькие. Усилить гарнизон или ведем в качестве подкрепления к нашим армиям. Давайте ведем в качестве подкреплений. Еще один шпион. Его лучше выставить где-то посередке, чтобы обозревать все возможные подходы. Плюс Денетор с подкреплением достаточно большим спешит на выручку фарамиру. Денетор вообще в нашей компании сыграл роль превосходного полководца. Черные врата. Что-то можно в черных вратах сообразить. Еду. Мордорские рабы-пленники, которых нам удалось освободить в этих городах, должны что-то кушать. И мы за это в ответе. Давайте Академия. Давайте Академию ускорим рост нашего влияния. И проверим. Раз 5000 у нас осталось. Это уже традиция тратить последние 4, 5, 7 тысяч на найм войск. Возможно даже элиты, если удастся ее где-то обнаружить. Но кроме лучников и всадников ничего не видно. Еще по строечку так и быть закажу. Переобучение. Так, никакого переобучения. Лос Сарнахцы и найм крылатых мечников. Крылатые мечники вообще супер себя показывают. Может быть еще моряков Пеларгера. Еще подводим отряд всадников. Кавалерия и мечники. Кавалеристов можем тоже отправить в сторону Минас Анора. Кстати, насчет моих комментариев. Александр Наумов пишет комментаторов и их комментариев. Умышленно или нет, но вы правильно сделали, что воевали в туман. Это он по поводу Великой Битвы, которая произошла у нас под стенами Дуны Арда. Он пишет интересную информацию насчет влияния тумана. Так, ну прежде чем обсудить эту информацию, давайте подумаем, как будет лучше поступить. Фольдбург находится в опасности. Вроде бы как наш долг прийти на помощь, но при этом у Рохана еще остаются силы для отражения этой атаки. С чем же пришел? Изенгардский полководец, что не только сумел разбить пару стеков. Кстати, заметили ли вы такую особенность, что Ард постоянно атакует? То есть, фактически, Рохан просто подводит свои войска для того, чтобы нейтрализовать или помешать движению Изенгарда. При этом сам активно не нападает, хотя в своих армиях имеет превосходящую долю кавалерии. То есть, логично было бы от них ожидать нападения. Пекинеры есть тут. Есть тут стражи Ордханка. И, судя по всему, по лицам. Даже не знаю, Орки это или люди. Так. Углук. Ладно, пусть Рохан разбирается сам. Пока не грозит, не угрожает Генеарду, мы можем позволить себе немного расслабиться и отдохнуть. Еще один наш лазутчик. Блюдать непосредственно за тем, что происходит. Ой, у нас повстанцы. Возле самого Изена. И наш дипломат. Дипломат направляется. Он у нас роль шпиона тоже выполняет вполне неплохую. Здесь вроде... Ага. Ну, древень и энты так и преграждают путь. А с силами Рохана разобрались. Разве что остатки воинов отошли к форту Светлому. Рохан очень много потерял, мне кажется. И армии, и сил своих. Так. Армия Арагона. Арагорна уже находится у стен Дунарда. И организовать нападение нам не составит труда. Только давайте уберем кавалерию. Попробуем произвести замену. Арагорн достоин того, чтобы его армия была полноценной. Ни в ней не было недобитков. А заменим мы вас... А на кого же вас заменить? Ну, допустим, отряд элиты. Лучники 2. 3 отряда лучников. 4 отряда лучников. Давайте менять дальше. 66, 85. Давайте возьмем этих ребят. Хотя я не совсем уверен в своем выборе. Копейщиков всего 64. Да, баллисты возьмем. Так как будем осаждать. И из этой армии кого мы переведем. Пехоты у нас хватит. Можно взять побольше луков. И мечников. Три таких отряда. Хотя вот 32 крылатых мечника наверняка будут орудовать на стенах лучше, чем та же гондорская пехота. Выбор достаточно сложный. Но при этом его нужно будет сделать. В любом случае, взамен отрядам, которые мы потеряем, мы будем получать подкрепление. Так что, кого бы мы ни взяли, любой отряд сможет справиться с поставленной перед ним задачей. Так что берем по максимуму лучников. Желательно опытных. Для обстрела их хватит. И можем приказывать Арагорну осаждать. Можем атаковать сразу же город. Но это из-за того, что у нас есть баллисты. Сработает ли гарнизонный скрипт, узнаем на следующем ходу. Рисковать я пока что не стану. Давайте опять же выставим нашу армию возле города, чтобы они поучаствовали в подкреплениях. Можно подвести Гендальфа. А можно Гендальфом ударить по армии, которая находится рядом. Только опять же мне кажется, что она рядом с городом. Или она в пределах города. Непонятно. В прошлый раз мы атаковали подобную армию. И при этом вышло так, что эта армия оказалась в пределах города. И мы просто осадили город. Подкрепление к недобиткам. В общем-то, кучкуем наши войска. Тут какой-то совет собрался. Дунландский посол, посол орков и посол Арнора. Теперь уже Арнора. Давайте своего шпиона отправим дальше. Следующая у нас цель будет Бырик. И напомню, что Тарбады у нас цель для наших кораблей. Чтобы не забывать про них, указываем им путь. Пусть справляются по реке Гватла. Прямо к Тарбадам. Есть ли у нас еще воины для движения? В общем-то, нет. Нет воинов. Это означает только одно. Мы сейчас вполне можем передавать ход дальше. И уже на следующем ходу либо проводить осады, либо проводить следующие манипуляции. Так вот, насчет комментариев. Насчет Тумана. Туман сильно портит атакующую способность стрелков. Причем, тем более, чем меньше дальность стрельбы у них. Поэтому противнику это навредило больше, чем вам. Не расслабляйтесь по поводу Дунеарда. Там должен быть гарнизонный скрипт. Столица как-никак. И вот то, что вы не уничтожили полководца. Это минус. Ведь лидер фракции всегда хороший полководец. Когда будете штурмовать Дунеард, внимательно пересчитайте количество берсерков в армии. А во время битвы смотрите на наличие берсерков на стенах. При наличии нескольких отрядов берсерков предлагаю сначала устроить расстрел их лучниками. Да, вы потеряете много лучников даже с рассыпным строем, но драться с берсерками на стене ужасная перспектива. Но и эта тактика не подходит, если у врага будет много лучников на стенах. Тогда вам придется просачиваться в город с боковых участков стен и идти к центральной площади, выманивая берсерков со стен. Вот такую вот интересную информацию оставил Александр в своем комментарии. Павел Поляков просит освободить Эльфира от наместничества в Дол-Амрате и трейды передать другому генералу, а его мечников Лебедя отправить на фронт. Хочется увидеть их в действии. Это на тот случай, если нам не удастся вырастить из Дол-Амрата большое поселение. А нам, скорее всего, к концу кампании не удастся. Всего 10 тысяч сейчас, а до следующего уровня нужно взрастить 21 тысячу пятьсот. Причем мы не потратили на этом ходу ничего для этого поселения. Так что давайте действительно выберем другого наместника. Не наместника, точнее, а губернатора и отправим его... Отправим его... Все у нас идут. Этот к Барадуру идет для того, чтобы по возможности получить трейд хозяин Палантира. Нет, давайте отправим его все-таки в Дол-Амрат. К Барадуру пошлем кого-то следующего. Хотелось бы увидеть рыцарей-лебедя, участвующих в боях. Не только всадников, коих предоставляет нам Имрахиль, князь Дол-Амратский, но еще и пеших рыцарей. Иван Зиза пишет. Есть лишь один отряд, который круче Гендальфа. Это Изенгардские метатели огня. Но всего за игру доступно получить 2-3 отряда. Иногда между более сотни ходов появляется уведомление о предложении их найма за огромные деньги. Я, если честно, еще не сталкивался с этими отрядами, с таким предложением. Ну, понятно, это доступно только за Изенгардскую компанию. Но вообще в первый раз слышу о такой возможности. Поэтому хотел бы узнать подробнее. Нужны ли необходимые определенные условия или это предложение выскакивает рандомно? Спасибо, ребят, вам за комментарии. Передаем дальше ход. Продолжение следует... Сколько интересных событий произошло в то время, как мы ждали передачи хода. Видим, что Имладрис находится сейчас в опасности. Им угрожает армия морей, которая захватила форт, о котором не писали комментаторы. Давайте поподробнее рассмотрим эту ситуацию. Посмотрим, сколько сил у эльфов и смогут ли они отразить эту напасть. Не очень сильны эльфы, видимо, это еще. А вот уже Эльдары-лучники. Это другое дело. Ближний бой 14, дальний бой 14, общая защита 30. Жесть! Шикарные лучники. Я бы от таких не отказался. Но шпиону, чтобы рассмотреть, нужно все-таки подойти поближе. Будем за этим событием следить. Плюс еще немножко я отвлекся. Древо-брат победитель. Так, а что ж... Что ж с деревьями с нашими произошло? Неужели проиграли? Нет, все еще. Осаждают, но Изенгард прорвался. Прорвался на эту сторону. И где его армия? Его армия находится в засаде. Подсветим нашим шпионам его армию. Саруман отправляется, может быть, на помощь к Дунарду. Но пока что мне неизвестно. Расширение поселка. Давайте отреагируем на экономические потребности нашего государства. Затем займемся всем остальным. Минус аннер. Ну, тут тем более нужно организовать какую-то постройку. Доход 9500. Мастерская. Большая ферма. И в расширение. И в шахты хотелось бы пустить наших воинов. Казармы ополчения. Давайте все-таки максимальную броню попробуем им построить. Пеларгер. Или высшая школа. Давайте высшую школу. Раз подобное заведение учат губернаторов этих областей, давая им возможность получить более весомые характеристики, здесь, естественно, раньше. На увеличение прироста населения. Так, и переобучение. Ох, скольких мы можем переобучить. Так, сикероносцам дали броню и дали навык нападения. Пока не набрался полный стэк, мы можем себе позволить переобучение в Минас-Аннере. Еще отряды пехоты. Проверяем элиту. Так, и есть возможность строить в Восточном Асгелиате. Чтобы Асгелиат объединить, нужно поспособствовать приросту. Тут и так 4% прирост. Население 2744. Но с помощью вот таких вот построек мы можем этот прирост еще ускорить. И может быть удастся до окончания кампании провести объединение двух Асгелиатов в один город. Как это и было. Правильно. Объединяем армии на подходе к территорону. Вроде бы и есть подкрепление со стороны руна. Собрали они тут весомые силы. И в форте тоже находятся армии. Но как-то так они не умело подвели. Не сработал гарнизонный скрипт в Борг Эрмана Рикесе. Скорее всего его тут и нет. Поэтому мы без проблем можем провести осаду. Потом раздолбить все силы, которые рун отправил в качестве подкрепления. То же самое мы можем осадить рунаер. У нас тут пехотная армия подвести. А вот тут гарнизонный скрипт, кстати, сработал. И кого он дал? Он дал и стерлингов охотников, нехти каких лучников. И немножко воинов-больход застрельщиков с высоким боевым духом. Но, в общем-то, отреспаунилась ополчение. Не страшно. Так, Каэра Андрос. Тоже постройка завершена. Но у нас такая казна, что мы сейчас, в общем-то, ничего строить не можем. И еще какие у нас есть дела. Такая неагрессивная серия получится на этот раз. Мы больше занимались перемещениями, сменой дислокации наших войск. И практически не занимались войной. Но подготовили себе достаточно военных событий. Что там с Хас-Яйбом? Давайте построим вам трактир и снизим налоги. Чтобы были удовлетворены. И еще не забываем про то, что у нас на кораблях армии движутся. Да и вообще армии движутся. В общем-то, мы подготовили несколько интересных битв, которые будут, видимо, в следующей серии уже. Это прежде всего осада Дунарда. Дунарда. И да, здесь сработал гарнизонный скрипт. Кто же, кого же нам представили? Воители Дунландского хирда. Ближний бой 16. Общая защита 6. Могут атаковать без приказа. Повышенная выносливость. Очень уж по параметрам эти ребята похожи на берсерков. Знатные мечники еще есть. 12. Защита 18. То есть у них очень слабая защита, но очень сильный ближний бой. То есть таких ребят, при этом даже еще есть и дальний бой, таких ребят лучше обстрелять лучниками, но на безопасном расстоянии. Хотя вот у Дунландцев очень много охотников, лучников. То есть, может быть, даже такой обстрел не удастся. В любом случае, это будет интересный бой и нам нужно будет его провести. Так что рекламирую вам свое следующее видео. Заходите, будет горячо. Так подтверждаются союзы и враждебные отношения. Куда отогнали врагов, я не заметил. Ага, понятно. Углук Бесстрашный отправился на территорию Фангорна. Скорее всего, либо против форта Светлого, либо сражаться с Энтами. Ну а мы оставляем своего шпиона в этой позиции. Все-таки нам интересно посмотреть, что происходит. Тут у нас уже собралось небольшое такое войско. Ему только предводителя назначить, и можно отправлять дальше на фронт. Это такие пункты сбора войск, с которых будет осуществляться дальнейшая переправа. Здесь мы тоже подготовили армии. В общем-то, все, что нам осталось, это воевать. Ну что ж, друзья. На этом данное видео я буду заканчивать. А в следующем видео, в качестве планов, у нас будет осада Дуны Арта в первую очередь. Затем осада Бурха Эрмана Рикиса. И затем осада Рунаера. Ну а потом останется только добить два города, столицу Руна Мистранд и вспомогательный, но очень важный торговый перекресток Маторам. И, конечно же, будем добивать дикие племена Дунланда. Их Бырик, Южный Тарбат и Северный Тарбат. Интересно еще заглянуть, что ж с эльфами. Битвы, вроде, выигрывают Морийцы. И Морийцы, кстати, исправно шлют стэк за стэком сюда. Ну и эльфы собирают две армии. Правда, не у сильных воинов. Хотя вот два отряда троллей тут уже есть. Но тролли, я думаю, эльфы своими луками щелкают их на ура. Что ж, друзья. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо за дельные советы. Если кого не успел упомянуть, то пишите ваши комментарии к следующим видео. И обязательно я буду обращать на них внимание. Удачи вам!